Торнадо Энерджи! Торнадо Энерджи! Ту дэмэдж! Торнадо Энерджи! Как вы догадываетесь, и как я уже сказал, эта машина обещает, ну, по-моему, пока что это не было официального анонса, в середине ноября, я думаю, игроки, которые там в игре уже находятся определенное количество лет, но обычно больше четырех лет, и вы уже получаете премтехнику, вот, увидят у себя в качестве подарка вот этого вот. Для тех, кто в игре давно, это прям реально машина, ну, ностальгирующая такая, вызывающая нотки ностальгии уж точно. Короче, это Супер Чаффи, и это один из трех суперских ЛТ, то есть первый был мотоцикл Т-52, второй вот этот вот Чаффи, и третий Толстопард. Я догадываюсь, что будет на следующий год, ну, ВГ могут удивить, но если выпустят Толстопарда, я никак не расстроюсь, потому что вот эти вот классические ЛТшки, первые ЛТ вообще, которые высокоуровневые у нас в игре появились, правда, они были пятого уровня, но это были хай-энд ЛТ, то есть лучшей не было вообще ничего. Ну, коротко про машину давайте расскажу. Нет, давайте сначала покажу двух победителей с прошлого ролика, вот они у вас на экранах, и оставляйте комментарии, в конце комментарии пишите свой танковый ник, и, соответственно, ставьте лайкос и видосы. Вот, эти люди выиграли по тысяче игрового золота. Короче, про Чаффи давайте расскажу. Машина, не ждите, что будет какая-то нагибучая, я думаю, многие из вас мотоциклов в данный момент не видят в рандоме. Кстати, не смотрите, что как будто в игрока попадают, понятное дело, что попадают во второй реплеи, его сейчас вообще заберут. Вот. Не ждите, что машина будет супер нагибучей, потому что, ну, надо понимать, что игроки, которые ее получат, получат их огромное количество. Вот, да, сейчас мы переключимся. Вот он, он, Чаффи, это уже от лица непосредственно самого игрока супертестер зовут Вирус с вами. Ну, нормально. Альфа здесь небольшая, как и у классического Чаффи, 115 единиц. Пробитие тоже не суперское, 120 на ББшках. К сильным сторонам танка можно отвести неплохой обзор в 380 метров, неплохую динамику при 29 лошадиных сил на одну тонну веса, а у танка максималка 56 километров в час вперед и 21 назад. Углы склонения классические американские, хорошие, минус 10. Быстрое сведение, косая пушка 0.42. Я, кстати, вот не понимаю, зачем они такую косую пушку оставили. Могли бы сделать и поточнее, ну, чтобы, ну, не самое лучшее пробитие. Хотя она, знаете, так, она на уровне с другими танками 6 уровня. Если его с классическими там какие-нибудь ЛТ американскими сравнивать, ну, он плюс-минус одинаковый и даже может быть в каких-то моментах чуточку получше. Вы видели, что танку выбили БК, то есть про броню мы здесь не говорим. Игра от башки здесь чисто заключается в том, что вы показываете противнику чуть меньший силуэт, чем вы есть. Маскировка у танка не на самом высоком уровне. Она как бы есть, но не самая топовая. У того же вот КСОР-1008, которого я вчера показывал, маскировка, по-моему, 18%, у этого 14%. Это без всяких камуфляжей и так далее, но тем не менее. Короче, не ждите от суперчафика какого-то дикого нагиба, дикого фарма и так далее. Это машина, которую бесплатно раздадут огромному количеству, миллионам игроков. Но это неплохая машина. И самая главная роль этой машины это немножечко вспомнить того геймплея. Понятное дело, что он уже давно не топовый светляк и так далее. И все это мы можем сейчас придираться, но в конце концов это подарок, а одаренному кону коню в зубы не смотрят. Так что вот так вот, ребят. По моим прикидкам, где-то в 20-х числах ноября мы должны получить заслуженную награду. Там, скорее всего, будут еще какие-нибудь плюшечки. Разработчики никогда не дарят чисто танк, добавляют часто боны и так далее. Ну, посмотрим, что в этом году будет. Пока что никаких анонсов не было, поэтому ждем. Но то, что Супер Чаффи будет заслуженной наградой, я сейчас практически не сомневаюсь. Ну, говорю, вот маленький процентик оставился на то, что может быть я ошиблась. Как вы видите, ну, на машине так особо не понагибаешь. Спасибо, что смотрели. Пока-пока.